здравствуйте дорогие товарищи как я рад вас видеть а вы меня слышать наверняка ну и видеть тоже да если видите очень хорошо я благодарю вас за то что вы здесь что вы материально поддерживаете канал за то что пишите комментарии я каждый раз повторяю что я их читаю ребята с удовольствием мне интересно и может быть вам интересно общаться друг с другом потому что общение это в общем это очень хорошо это главное если мы перестанем общаться то жизнь остановится к сожалению были попытки такие что организовать общество так чтобы люди перестали общаться это продолжалось два года если кто-то помнит да началось в двадцатом закончилась 22 но и надо сказать попытки были довольно удачными потому что люди с радостью с какой-то с каким-то наслаждением даже таким черным мазохистическим по закрывались всех своих квартирах закрыли окна двери перестали выходить соответственно из дома и не общались друг с другом и последствия были весьма печальные этой истории но не будем вспоминать эти ужасные не дни и годы хотя помнить об этом конечно нужно а поговорим о хорошем о музыке замечательной группе xtc которую я люблю с не то чтобы с дикой силой с какой-то да не с дикой силы я ее люблю уверенно глубоко крепко и много 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 лет и буду любить еще долго наверное я надеюсь примерно так же как группа the beatles эти группы для меня почти равнозначны beatles и xtc что еще сказать у меня есть несколько роликов про xtc те кто не слышал xtc я очень рекомендую послушать но пластинки там достаточно разные но все интересные все необычные все невероятно музыкальные и как мы говорим о музыке мы всегда прибегаем к сравнениям вообще о любая о чем угодно когда начинаем говорить мы прибегаем к сравнениям другого способа пока не запреди не изобретено и с чем я могу сравнить xtc могу сравнить с beatles как я уже сказал могу сравнить с джентл джайант по удивительным совершенно вокальным линиям невероятно то есть первое что приходит мне на ум это джентл джайант хотя достаточно много таких коллективов которые используют вот эти чудесные непривычные необычные мелодические линии не стандартные не попсовые не делают все не так как принято в большой поп-музыке какой является в принципе рок-музыка это же популярная музыка правда вот и все не так сделано но при этом сделано настолько интересно и настолько понятно для слушателей в этом и есть гениальность и энди партридж который написал основную часть значительную часть большую часть основную часть песен и спел их соответственно здесь этот на мой взгляд такой тихий гений британский тихий гений настоящий который сочинял в рамках xtc настолько удивительную музыку что она не стала популярной потому что но люди которые приходят на рок-концерты или покупают пластинки в магазинах в разделе там рок-музыка они конечно шалеют от такого хотя популярность группа была достаточно крепкой круг поклонников был серьезный списке лучших альбомов она попадала правда не на первые места там 13 20 где то так это очень хорошо это очень хорошо сингла выходили но история группы история популярности группы закончилась как раз восемьдесят третьем году это был когда вышла эта пластинка не из-за того что это плохая пластинка из-за того что группа прекратила гастроли совсем прекратила когда группа не гастролирует то в общем уже популярности массовой популярности добиться чрезвычайно сложно конечно мне вспомнят сейчас группу beatles которая перестала в определенный момент времени давать концерты но время было другое отношение круг музыки было другое и все было другое вообще сравнивать конечно здесь достаточно сложно под потом beatles все таки они до того как прекратили концерты они были на такой вершине они так сияли уже что это сияние до сих пор мы ощущаем и никуда она не делась в экстисе не так это это не было не было сверх популярностью это не было каким-то заоблачным таким явлением которое своими лучами греет и освещает землю нет это просто было очень сложное интересное и вот в данном случае я могу сказать высокоинтеллектуальная музыка при этом это не авангард это не какие-то сложные структуры хотя очень сложные если начать это играть все подбирать там мама дорогая такие аранжировки что будьте нате ну ладно в общем история следующая после того как группа выпустила пластинку english settlement который было невероятно популярный очень скажем так очень популярные и был устроен тур мировой не мировой но большое и европа и америка большой тур с декорациями было сделано это белая лошадь красивая которая на обложке english settlement изображена группа отправилась в этот тур но у энди патриджа главного действующего лица экстисе случился нервный срыв он очень много работал на достаточно послушать музыку экстисе чтобы понять что человек работал так то остаться в нормальном состоянии да сложно у него случился нервный срыв и он стал панически бояться сцены для него каждый выход на сцену был настоящей пыткой однажды он просто потерял сознание на сцене и тогда он сказал что все больше мы концертов не играем это было в процессе тура тур был отменен партриш прошел курс восстановления группа оказалось в долгах потому что затраты на тур были повешены на группу и в общем положение было достаточно сложным плюс ко всему терри чамберс барабанщик сказал что раз мы не играем концерты мне вообще здесь делать наверно ничего не хочу существовать в студийной группе мне это не интересно но еще пока еще остался в рамках экстисе партриш уединился со своей женой перестал общаться с людьми ушел из социума но сидя в своем садике рядом с домом написал кучу песен говорил что я ничего не мог с собой сделать из меня перла 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 и вот эти песни прямо вот одна за другой лились 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 я их зафиксировал написал а компания virgin настаивала на записи следующего альбома и следующий альбом вот и случился манер называется он очень странный одни его называют чересчур акустическим другие называют его чересчур вычурным и эстетским третье называют его чересчур сложным и напичканным гармониями мелодиями музыкальными крючками всякими вот этими излишествами 4 или 5 я уже сбился говорят что это самый доходчивый альбом экстисе то есть как всегда к критике все говорят разное но и бог с ними пускай говорят в общем группа стала записывать альбом и ты речь амберс барабанщик мало того что был расстроен отсутствием предстоящих концертов он напрягся окончательно когда анти патриш стал ему показывать барабанную партию которую он хотел бы слышать в какой-то в одной из своих песен тогда чем рассказал ну все значит играйте сами до свидания я ухожу а вместо меня я приведу пита филлипса барабанщика который работал с гарри глиттером ну и надо сказать что филлипс справился со сложнейшей музыкой экстисе этого мне гарри глиттер ну так получилось продюсером выступил стив най который привел тоже энди патриш чем вызвал недовольство участников группы потому что стив на он продюсировал группа japan пластинку тендрам а japan это все-таки клавиш на электронная такая музыка да а экстисе это больше гитарная история и как-то колин молдинг и дэйв грегори были недовольны присутствием стива на я но он шикарно сделал свою работу и получилось гитарно полуакустическая электрическая сложнейшая правильно вычурная эстетская насыщенная мелодиями и гармониями музыка с удивительным вокалом патриджа и всех остальных вокальные гармонии хор и все что угодно начинается начинается пластинка битимов хат с такого кого-то глиссанда то ли это арфа то ли это струны рояля то ли это что-то еще но такие невероятные звуки странная гитарная игра в разных каналах очень гармонично и никаких диссонансов не хотят диссонансы конечно они хорошие музыки всегда присутствуют и в классическое в любой другой но все на месте все все очень настолько точно чисто и красиво и битимов хатс конечно барабаны конечно там молотит барабаны надо сказать что ты ричамброс на нескольких песнях таки здесь сыграл в общем такое начало да сразу сразу понимаешь что это около симфоническая какая-то рок-музыка исполненная на гитарах и барабанах так вот получается леди ба в андер лэнд следующая песня она вот как раз как раз подключается синтезаторы клавишные и она такая как бы поп-песня как бы по песня доходчивая понятная она была выпущена синглом не очень хорошо продавалась но тем не менее все с ней было хорошо моя любимая одна из любимых здесь песен это голову на фэмбой своего ванж вот этот триумф просто акустический гитар при этом все это не звучит как фолк даже близко это какая-то барочная такая история причем она она в динамике она быстрая она тащит это рок-музыка в принципе но так там наиграно столько там сделано всего такие чудеса так меняется гармония такие вокальные опять-таки крючочки что как это спе то как это в голову могло прийти человеку который сидел в саду у себя и сочинял играя на гитаре вот эти вот все штуки это просто я не понимаю great фая это вот это уже такой вспоминаем старый ecstasy вспоминаем ну новую волну пускай допускай я так назову great fight электрические гитары все барабаны молотят но поется все равно не так как мы любим а так как мы никогда не слышали так вот очень интересно но но это затягивает так что то что и не выбраться deliver us from the elements песня которая тоже была община синглом очень сложная очень красивая и понятно так же как у beatles почему я равняю эту группу с beatles именно поэтому human alchemy человеческая алхимия дерганая рассинкопированная вся с неожиданными микро стоп таймами и движением дальше вперед немножко раздражающий рефрен ну так специальные написано чтобы он раздражал раздражает да да так ноты подобраны зато lady bird следующая это прямо рифмуется с wonderland прямо вот lady bird такая красота красота in love and memory of a name me and the wind две песни которые постепенно съезжают опять таки к старому звучанию xtc ну старому я имею ввиду период там drums and wires наверно тоже мы можем начать с пафосного органа и прийти в какой-то потом странный кабарешный какой-то звук и вот этот кабарешную структуру очень сложную при этом можем по-другому сделать можем сделать рок раздерганный разрезанные на куски и склеенный сыгранный при этом это я это условно я сказал что он разрезан и склеен это все сыграно так как будто вот из кусочков все сделано ну и последняя песня фанк поп андро фанк поп и ролл это уже прямо вот любимая многими такая но очень сложная новая волна можно сказать мне иначе не объяснить просто эта гитарная штука песня вполне могла войти в альбом drums and wires если кому-то это нравится ну в общем вот такая пластинка которая многим кажется самый доходчивый а многим кажется излишне усложненный сделайте вывод сами и когда будете делать вывод обязательно ешьте больше острого жирного сладкого и соленого пока